Где-то в мае 2019 года я записывал видео, которое называлось «Сколько можно заработать за час на Яндекс.Толоке?». С этого момента прошел почти что год, и мне кажется, настало время повторить эксперимент. Я периодически заходил на Яндекс.Толоку, смотрел, что там меняется какой-то дизайн, появляются новые необычные задания, что-то уходит, что-то приходит. В общем, мне кажется, сайт как-то развивался. Но он же нам интересен с точки зрения заработка. То есть я как человек, который хочет заработать, захожу на сайт и выполняю эти задания. И меня если там хоть миллион раз этот дизайн, там какие-то фильтры появляются, еще что-то появляется, мне это не особо важно. Гораздо важнее сравнить, сколько она приносила тогда денег и сколько сейчас приносит денег. Тогда я вам напоминаю, она приносила где-то 1 доллар 0,2 цента. Кстати, если вам интересно посмотреть тот ролик про Яндекс.Толоку, то я его в подсказках прикреплю. А это Критов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится». И сегодня мы будем зарабатывать на Яндекс.Толоке. Ну да ладно, что тянуть время. Пойдемте к компу и приступим. Ну на первый взгляд здесь ничего не изменилось. То есть также сбоку вот это вот меню, где выбираем задания. Ну давайте оставим сейчас недоступные, посмотрим, почему они недоступны нам. Так, ну вот, здесь написано, что рейтинг нужен не ниже 100. У меня, видимо, ниже рейтинг, чем 100. Ну давайте посмотрим еще тут, что есть. Вот здесь почему-то можно приступить. Хотя я поставил недоступные, но здесь рейтинг не ниже 115. Но цены за них какие-то, блин, даже не очень высокие. Ладно, уберем недоступные. Поставим с обучением, с отложенной приемкой. 18+, все выберем. Ну кроме недоступных. Тут на самом деле сейчас очень много всяких заданий. Давайте долистаем до самого конца, посмотрим, что у нас тут. Вот, куча всяких заданий, просто огромное множество. Разные цены, некоторые с обучением, некоторые без обучения. Но почему-то сейчас, если смотреть, то у них цена за выполнение какая-то очень уж низкая. Там 0 долларов. Вообще ничего не платят. Непонятно почему так. Кто их выполняет, может быть для рейтинга просто выполняет, конечно. Чтобы приступить к более дорогим заданиям. Ну фиг его знает. Ладно, с обучением мы пока уберем. С обучением не будем ставить. Вот здесь у нас появился такой вот удобный фильтр. Можно выбрать задания. По рейтингу, избранные, сначала новые. Вот по цене можно поставить. Давайте поставим по цене, чтобы нам показывали сначала самые прибыльные. Выбираем, смотрим. Так, ну почему-то вот у нас 0,01 доллар. Странно. Видимо придется в этих заданиях все-таки обучение пройти. Ладно, давайте поставим с обучением. Вот у нас появилось 0,06 доллара. Не так много. Давайте посмотрим, что за задание здесь. Потому что, видимо, ничего более прибыльного у нас тут нет. Аннотация аудиозаписи по новой схеме. Ну из инструкции, в принципе, все понятно. Тут надо будет расшифровывать аудиозаписи. То есть речь, которую люди говорят Алисе. Там, не знаю, Алиса, скажи, какая сегодня погода. Надо будет записывать это в текстовой форме. А потом во вторую строчку переносить. Типа, вот это был запрос, а это был лишний мусор. Не относящийся к запросу. Там, может, где-то телевизор работает. Или там дети рядом бегают, чья-то речь неразборчивая. Или человек говорил с другим человеком, а потом обратился к Алисе. Ну вот, как пример, это задание вот так выполняется. Это типа обучения. И вот так нажимаем здесь и переносится запрос. Я, к сожалению, не могу дать послушать вам эту аудиозапись. Там, потому что в конце обучения было записано, что все они являются конфиденциальными. И нельзя разглашать эту информацию. Я, конечно, не знаю, что будет, если нарушить это правило. Но я не буду, пожалуй, проверять. Мало ли, а то еще удалят мой аккаунт в Яндекс.Толоке, и я не смогу здесь заработать свой миллион. Вот, поэтому правило мы не будем нарушать. Скажу лишь, что на прохождение обучения в этом задании я потратил, ну блин, реально минут 20, наверное, реального времени. Это при том, что мы хотим выяснить, сколько же можно заработать на Яндекс.Толоке за час. То есть большую часть времени здесь сжирает просто обучение. Так вот, когда я это обучение прошел, когда выполнил это задание, один раз уже за деньги, то можно было выполнить его всего один раз. То есть я 20 минут проходил обучение, потом минут 7 я выполнял это задание уже, и все, его больше нигде нет, и я не могу его опять выполнить. Пришлось брать следующее задание, которое, как оказалось, тоже с обучением, но ничего удивительного. Называется оно «Оцени публикацию». Тут, конечно, платят уже 0,4. 0,04. Нам нужно найти нарушения, какие есть публикации. Не буду долго читать инструкцию, потому что, в принципе, все понятно. Нужно найти тут кликбейт, либо там еще что-то, происшествие, либо нормальная публикация. То есть в правом окне у нас появляется какой-то конкретный сайт, а в левом окне нам предлагают выбрать, что же здесь не так, либо все нормально. Тут, на самом деле, на одну страничку три публикации всего, и платят 0,04 за одну такую страничку. То есть уже неплохо. Я сначала решил, что это легкое задание. Поставил, нажал, но почему-то у меня все глючить стало. То есть задание никак не принималось, ошибки не показывались. Даже в обучении это происходило. То есть я не мог его пройти. Но помогла перезагрузка страницы. Оказалось, просто в этот день у Яндекса был какой-то сбой. И вообще все сервисы тормозили. Собственно, с этого задания я и заработал здесь больше всего денег. Тут, кстати, попадались и Яндекс.Дзен публикации, которые нужно было выделить. Нарушают они какие-то правила или не нарушают. Если честно, задание оказалось довольно легким. Я не знаю, может, я где-то и ошибался в нем. Но сами посудите. Поставить быстро галочки на каких-то трех статьях, это очень просто. Если бы это задание никогда не кончалось, я бы, наверное, даже Яндекс.Дзен забросил бы. И только здесь и занимался этим. Щелкаешь, щелкаешь, и деньги капают. Но, к сожалению, это задание закончилось. У меня на счету оказалось 0,32 доллара. Потом я начал следующее задание. Там оно было какое-то странное, типа. Нужно было оценить адекватность высказывания робота. То есть первое предложение было составлено человеку. А второе как-то перефразировано... Второе и третье было перефразировано как-то роботом. Я пытался его выполнить, но то ли глюки какие-то, то ли еще что. Но, блин, у меня показывало, что я все неправильно поставил в обучении. Все неправильно поставил. И как бы я не переставлял, все равно это было во всех заданиях. То есть все задания неправильные. И как ты не переставляй, какие варианты не ставь, все равно он тебя отклоняет от задания. В общем, скорее всего, это какой-то глюк был. В конце концов, я выбрал просто старое доброе оцени качество ролика. Есть ли там нарушения какие-то или нет нарушений. Довольно простое задание, но и платят за него очень-очень мало. 0,02 доллара. На самом деле это называется 0,02. Ну, пусть будет 0,02. Думать тут, конечно, тоже немножко надо. То есть если вот у нас запись спортивных трансляций, то мы ставим запись спортивных трансляций. Если какая-то красивая девушка занимается спортом, то это не значит, что еще в публикации все нормально. Возможно, там тоже есть какое-то нарушение, которое нам нужно тоже отметить. Ну и в результате я свой баланс догнал где-то до 0,4. 0,4 доллара я заработал на Яндекс.Толоке чуть больше, чем за час. Ну, то есть так себе. Я бы заработал намного больше, если бы не проходило обучение первое, если бы задания прибыльные не кончались. Но тем не менее, вот такой вот эксперимент показал, что не так-то много здесь можно и заработать. Говорят, иногда заданий вообще нет. Ну, то есть прибыльных заданий вообще нет. Как хочешь, так и выкручивайся. Ну что, теперь можно сравнить результат. То есть где-то 1 доллар год назад и где-то 40 центов сегодня. На самом деле я понимаю, что это не совсем корректное сравнение, потому что в тот раз я взял одно простое задание, там нужно было, по-моему, оценивать качество картинок или что-то такое, и щелкал его, щелкал, щелкал, в результате нащелкал на этот доллар. В этот раз я, конечно, брал какие-то другие задания, там более прибыльные, но при этом более такие трудозатратные. Пару заданий я вообще провалил, то есть не смог пройти обучение, не знаю, почему что-то глючило. Я проставлял все варианты, нажимал «Отправить», обучение меня дальше не пускало, то есть я много еще на этом времени потерял. Плюс Яндекс.Толок такая вещь, тут задания постоянно разные, раз на раз не приходится. Но в целом, если убрать все вот эти отмазки, по сухому остатку у нас получается, вот у нас 1 доллар раньше и 40 центов сейчас, то есть там 60 рублей тогда и 25, наверное, рублей вот сегодня. То есть в два раза меньше, но это не суть. Я могу тут сказать, что что 60 рублей, что 25 рублей вам, не знаю, на проезд только хватит. Хотя если сидеть целый день, относиться к этому как к работе, 8 часов в день там на это тратить, поднять себе высокий рейтинг, то теоретически, может быть, и можно там рублей 500 в день заработать. Но это будет адский просто труд. Я не знаю, мне кто-то в комментариях к тому ролику писал, что целый день реально этим занимается, на этом зарабатывает, у него получается там поднять сумму примерно там 10 долларов, или сколько он мне писал, я уже не помню. Но мне самому не нравится корпеть вот над этими картинками, смотреть что-то. Плюс самые прибыльные задания, да не самые прибыльные даже, самые обычные иногда задания там требуют очень много трудозатрат, то есть там дается длинный-длинный текст, и нужно какие-то стилистические ошибки выискивать там. То есть работа, за которую можно было бы получать нормальные деньги на нормальной работе, Яндекс.Толок ее отправляет вот обычным пользователям, плюс там требуется высокий рейтинг, и платит за это буквально копеечки. А иногда вообще ничего не платит, просто за рейтинг, ребята, работайте. Я думаю, это не совсем справедливо. Ну то есть что можно сказать, Яндекс.Толока как основная работа вообще не годится. Ну если кому-то удается на ней нормально зарабатывать, я конечно рад. У меня как бы не то, чтобы я сильно пытался это сделать, но меня, если честно, все это подбешивает. Я могу просидеть там часик, может быть два часа, но потом, блин, понимаю, что я устал, глаза болят там, и все это однообразное кликанье мне просто осточертело. Плюс у меня доход с Толоки маленький, может у кого-то больше. Если больше, ну пожалуйста, зарабатывайте там. Я лучше дальше пойду статьи писать. В целом, я думаю, со временем стоит провести такой эксперимент не только с Яндекс.Толокой. В интернете достаточно сайтов заработка, которые предлагают какую-то работу людям, даже у которых нет какой-то специальности особой там интернетовской. Я думаю, будет интересно проэкспериментировать с этими сайтами, посмотреть, какие из них действительно можно назвать сайтами заработка, какие там в кавычках сайты заработка, а на самом деле вообще ничего не платят. Потом нужно будет доход с этих сайтов сравнить, и стоит ли вообще на этих сайтах потраченное время доходу с них. Вот. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч. Фу. Вроде все сказал. Так, что у нас? Выключаем. Камера, камера, камера тоже выключаем. Пока-пока. Камера, камера-така. Продолжение следует...